Друзья, приветствую! Владимир из Смоленской области прислал два образца масла Shell. Это Rimula LD5 Extra 1040, LD это Light Duty, типа небольшая коммерческая техника, полусинтетика и второй образец Helix HX7 530. Вот две баночки свежие, отработка, подписаны, вот описание. Значит два автомобиля, Gazelle Next и BMW X5 E70 дизельная. Так, тут описание масла, распечатки. В этом видео я рассмотрю масло Rimula. Для этого создам эталон данного масла. Посмотрим, что намерит прибор. Вот спектрограмма, видно, что есть эстеры. Так, сейчас посмотрим на каком они уровне, ну примерно полтора процента, двенадцать, может быть тринадцать сотых. Вот это уже может оказывать влияние на спектр в части занижения щелочного и завышения кислотного. Так, далее выбираю это масло. Посмотрим сейчас, что намерил прибор, подкорректирую, ну и приступим к проверке. Так, смотрите, восемьдесят девять процентов по противоизносной присадке. Ну, вполне вероятно. Небольшой уровень, потому что часть этих функций эстеры выполняют. Далее гликоль, подкорректирую, сажу. И прибор намерил кислотное 2,12 и 8,7 щелочное. Ну, с учетом того, что уровень уже такой может влиять, поэтому я выставляю по данным производителя 10 щелочное и значит 1,85 кислотное, может быть с небольшим там блин перестраховочкой, может быть это 1,8. Ну, такое сложно тут сказать, но так по опыту лучше как бы чуть-чуть перестраховаться. В принципе и сильно не повлияет это, но тем не менее. Так, сохраняем и значит, вот это у нас газель NEX 2021 года с 2,8 каменсом, на чипе 180 сил. Экология удалена, 20 тысяч пробег, 80 процентов по трассе, 120 тысяч пробег общий. Использовалась с апреля по июнь 22 года. Топливо, Роснефть. Так, смотрите, видно попадает противоизносная присадка, здесь ее 130 процентов. Почему она попадает? Она попадает вместе с сажей, проценты 0,15. Много сажи, но в принципе пробег, скорее всего машина груженая ездит, тяжелые условия, поэтому сажа столько. Противоизноска вместе с сажей попадает, вот такой уровень кислотного, 5,15 видите, да, очень высокий, но тем не менее значит щелочное еще в принципе достаточно на хорошем уровне 6,2, но здесь все равно зазора немного. Видно по нулям вода, да, здесь трасса все-таки все выпаривается отлично. Сейчас покажу вам сравнение вязкости. Не знаю какая здесь средняя скорость, мод часов нету, средней скорости нету, но тем не менее. Так, свежая отработка. Значит, да, еще раз сажа. Если это тяжелые условия, то это нормально, если обычные условия, то это скорее всего некоторые проблемы с топливной. Так, вряд ли здесь некоторые проблемы. Пробег небольшой. Посмотрите, с вязкостью в принципе ничего не произошло. Разжижение минимальное, плюс 8 процентов. Отличный результат, то есть как бы проблем не вижу. За 20 тысяч километров прекрасно. Да, не забывайте ответить видео, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И пожалуйста, вот такой получился у меня прогноз. Естественно, на прогноз сильно повлияла вот эта противоизносная присадка из топлива, сильно подняв кислотное число. Так бы масло отработало, я считаю, значительно лучше. Но и, тем не менее, 23 тысячи по моющим, нейтрализующим свойствам в этих условиях. Вот, по нейтрированию тоже тут вообще никаких вопросов. Посмотрите, 100 тысяч. Ну, это, эта трасса. Вот, ну и вязкость на весь период эксплуатации автомобиля, так сказать. Хотя нет, но здесь понятно, 120 тысяч общий пробег автомобиля, но даже если здесь скорость 50, то делите ее там минимум в два раза. То есть в обычных условиях это было бы в районе 50 пробег, ну так, по моточасам, скажем так. То есть по трассе за один и тот же моточас, час работы двигателя, вот так будет корректнее, автомобиль может проехать там в два, а то и в три раза больше, чем по городу. Вот, поэтому я думаю, что есть какие-то условные там моточасы, ресурсы для каждого конкретного мотора, плюс-минус. Вот, и в зависимости от условий эксплуатации это можно, скажем так, коррелировать на пробег. То есть по городу это будет там 300 тысяч до, скажем, капиталки, а по трассе это 500. Вот, но здесь видно, что масло отработало очень неплохо. В общем-то мотор тоже в порядке. Ну вот единственный вопрос тут по саже. Но обратная сторона этой высокой сажи, много-много противоизноски в масле, то есть полегче в этом плане парам трения приходится. Вот, вот такой получился тест. В следующем я проверю масло из этой же посылки HX7 530 из BMW X5. Благодарю Владимира за предоставленные образцы, за поддержку канала, всех кто посмотрел данное видео благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока!